Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» и в студии Инга Габеши. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Единый архитектурный облик – это кропотливая работа, причем ежедневная. Об этом сегодня напомнил первый вице-мэр курорта. В Сочи торжественно отметили День российской науки. Чем сегодня может похвастаться город в этой отрасли? Пять с половиной лет – столько за контрабанду наркотиков через границу получил гражданин Абхазии. В Сочи прошла операция «Маячок». Сотрудники ДПС контролировали, как водители уступают дорогу спецтранспорту. Более 20 тысяч студентов со всего мира соберутся в Сочи. Олимпийская столица готовится принимать фестиваль молодежи. Его подготовку сегодня обсудили в Москве на заседании Оргкомитета. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. Вместе с первым замом руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, Вениамин Кондратьев осмотрел выставку проектов. На ней будущие участники фестиваля представили свои разработки в науке, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях. Как отметил глава Краснодарского края, для региона огромная честь принимать у себя всемирный форум. Это шанс показать, как изменился Сочи после игр и познакомить иностранных студентов с кубанской культурой и казачьими традициями. Всего же в рамках фестиваля участники в первые дни смогут посетить шесть регионов. Я бы предложил подумать над расширением количества городов. Если у них будет такое желание и будет готовность взять на себя финансирование соответствующей программы в регионах, чем в большем количестве регионов Российской Федерации смогут побывать международные участники всемирного фестиваля, тем лучше. Кубань на фестивале будут представлять 750 молодых людей. Отбор завершится в конце апреля. Еще больше полутысячи кубанцев станут волонтерами форума. Добавлю, что торжественное. Открытие фестиваля намечено на 14 октября. Высотный регламент центральной части Краснодара будет готов в конце февраля. В нем пропишут, где и какой высоты здания можно строить. Об этом накануне стало известно на совещании, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев. Перед этим глава региона и мэр города проехали по местам точечной застройки краевой столицы. Подробности в материале наших краснодарских коллег. Рекламные плакаты в полях на окраине Краснодара обещают в новостройках консьержа, детские спортивные площадки и даже фруктовые аллеи. Правда, пока на улице Петра Метальникова лишь грязь, автомобили из-за отсутствия места, паркующиеся на тротуарах и детские площадки, подпирающие стены многоэтажек. Типичная картина для хаотичной точечной застройки. И это происходит там, где изначально было место для комплексного освоения территории. Губернатору Кубани показывают чертежи. На пустыре должен появиться очередной микрорайон. Проект пришлось переделывать по ходу после требований Вениамина Кондратьева одновременно с домами закладывать фундаменты под детские сады и школы. Я понимаю, что здесь можно строить высотные дома. Беусловно, городу надо расти и развиваться. Но я еще раз подчеркиваю, что я не хотел бы, чтобы проблема строительная перерастала в проблему социальную. Хватает ли сегодня, допустим, вот этой школы и детского сада на всю... Да, это сделано по проекту, планировку, все рассчитано. Ну, вот и самый главный вопрос, Игорь Алексеевич, это ваша зона ответственности. Если не хватит, это будете достраивать каким угодно способом, только не за счет бюджета. Единственное, что я занимаюсь поиском вот этих застройщиков, в прошлом году выдали разрешение. И они пока не участвуют в строительстве этих соцобъектов. Если они не участвуют, значит, они не строят. Взяв с собой мэра Краснодара, глава региона отправился в инспекцию по спорным городским стройкам. Улица Буденова, самый центр. За забором участок земли, отданный по детский сад. А вот на эскизе проекта 12-этажный жилой дом. Игорь Алексеевич, у вас что, в городе много детских садов? Ни в коем случае. Ну, тогда в чем проблема? Почему мы сегодня отказываемся от детского сада, а начинаем строить дома? Коллеги, ну вы уже выдали разрешение на строительство? Архитектор за это поплатился. Поплатился – это значит мало. Надо мне понимать так, чтобы, во-первых, это было уже впредь никому не повадно, а во-вторых, давайте жить городом. Давайте жить проблемами горожан. А проблемы горожан сегодня – нехватка школ, детских садов, поликлиник. Я готов к этому вопросу вернуться только в том случае. Если я увижу детский сад, школу, только тогда мы о чем-то можем говорить. Сегодня я вижу только одну банку, как в народе говорят, эту высотку, и больше к ней ничего не прилагается. Строительство в историческом центре города – в принципе вопрос щепетильный. Для начала необходимо установить точные границы этой части города. Ее поделят на несколько зон, ограничивающих высотность новых зданий. И дело не только в сохранении памятников культуры и внешнего облика. Инфраструктуры и коммуникаций новых нет в центре города. А дома новые, высотные, до небес растут. Ну вы скажите мне, на какую инфраструктуру они садятся? А как же это качество жизни в них поддержать-то? И все мы это самое главное понимаем, все понимаем, что именно так и происходит. И чем больше высоток в центре города, тем еще сложнее проехать будет по нашему центру города. Тем больше будет пробок 100%. А если не будет парковок еще, то эти все машины, жильцов этих домов, будут на улицах припаркованы. И где вы собираетесь все это парковать? Мы провели 22 заседания рабочей группы по проектам планировки. Не было случая, что проект планировки прошел рассмотрение с первого раза. Добились того, что город получил 50 проектов планировки современных, соответствующих полному набору всего того, что необходимо сегодня. В том числе и по новым жестким нормативам, которые город принял. Окончательный вариант высотного регламента от центральной части Краснодара должны представить в конце февраля. Венимин Кондратьев замечает. Создание прозрачной системы выдачи разрешений на строительство одна из главных задач мэрии на сегодня. Точная застройка, коллеги, всем говорю раз и навсегда, а ее и просто нет, забудьте, нету точной застройки. Есть только комплексная застройка, комплексное освоение территории. Все. Чтобы можно было понять, с кого спросить. За отсутствие детского сада и школы, поликлиники, спортивные площадки и парковки. То же самое. Игорь Алексеевич, то же самое. Я еще раз подчеркиваю, я такую надежду возлагаю, что вы сможете сегодня сделать так, чтобы горожанам жилось комфортно. И строительство города было комфортным для людей, для горожан. Не может быть так, чтобы команда менялась или мэр менялся, а в городе ничего не менялось. Пришел новый мэр, должна прийти новая команда. Значит, в городе должны мы ощущать перемены в лучшую сторону. Речь в том числе и о новых микрорайонах, вдали от центра. Истории, когда небольшой участок земли максимально застраивается многоэтажными домами без инфраструктуры, должны уйти в прошлое. В Краснодаре уже есть такие места. Давайте не будем строить 2-й, 3-й, 5-й, 10-й музыкальные микрорайоны в городе. Хватит одного. До сих пор не знаем, как там проблемы все эти разрешить. Только потому, что на самом деле взяли и впихнули. При молчаливом согласии властей, по большому счету, на тот период, вот эти вот коробки, вот там люди поселились. И теперь мы имеем социальную проблему. Только потому, что изначально никто даже и не думал о том, что жить в этих просто коробках они не смогут без детского сада, школы, без электричества, тепла, освещения. А там ничего этого нет. И теперь мы вынуждены проблемы людей решать. Я согласен с тем, что город должен развиваться. Мы с сохранением комфорта для тех, кто там уже исторически проживает. И застройщик тоже должен вести переговоры с теми, кто там рядом живет, чтобы они тоже понимали свой интерес в этом застройщике. То есть сказать, что у меня вот здесь будут спортивные площадки, а тут детские площадки. Переосмыслить градостроительную политику придется не только в Краснодаре, но и во всем регионе. Сохранение исторического облика и создание новых, действительно комфортных для жизни территорий – основные принципы этой работы. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сочинский аэропорт отмечен премией «Воздушные ворота России». Он вместе с другими аэропортами группы «Базылайра» получил награды третьей национальной премии по итогам работы в 2016 году. Награждение состоялось в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов. Международный аэропорт Сочи отмечен как лучший сразу в двух номинациях. Он стал победителем в категории «Аэропорт регионального значения» с пассажиропотоком до 7 миллионов человек в год. В категории «Международный аэропорт» с тем же пассажиропотоком Сочинский авиаузел стал лауреатом премии. Аэропорт Сочи по итогам работы в прошлом году продемонстрировал самую высокую динамику роста объемов обслуженных пассажиров среди крупнейших аэропортов России и вошел в топ-5 с цифрой 5 миллионов 300 тысяч пассажиров. Также были отмечены воздушные ворота Краснодара и Анапы. Единый архитектурный облик – это не просто слова, а кропотливая работа, причем ежедневная. Об этом сегодня напомнил первый вице-мэр Сочи. Мугдин Чермит вместе с главами районов и руководителями департаментов мэрии проехал по гостевым зонам. Это улицы, по которым уж точно пройдут туристы и гости международных мероприятий, которые в скором времени примет Сочи. Речь в частности идет о всемирных военных играх и инвестиционном форуме. Все объекты, которые сегодня осмотрели в ходе инспекции, к Олимпиаде были облагорожены. Но время идет, нужно где-то освежить краску, где-то обновить крышу или озеленить клумбу. Есть и масштабные задачи, например, убрать наносы из сухих деревьев в реке Мзымта. Мы сейчас поставили ряд задач всем департаментам, всем службам, районным администрациям внутригородским. Поэтому составлен протокол объезда и ровно через 10 дней, 18 числа, в субботу, точно так же комплексной комиссией мы проведем опять повторный объезд, проведем инспекцию и посмотрим, как все это выполнено. Как отметил вице-мэр, жителям для того, чтобы облагородить свой двор, порой не нужно тратить деньги, стоит просто навести порядок. А вот с незаконной рекламой и другими нелегальными конструкциями вдоль трасс разберутся профильные департаменты. В четверг воды не будет в части микрорайона Макаренко. Это связано с переключением переложенного участка водовода. Таким образом, 9 февраля с 9 до 20 часов будет отсутствовать водоснабжение у указанных абонентов по улицам Макаренко и Олимпийская, а также в Садовом обществе Макаренко. В Сочи торжественно отметили День российской науки. Весь свет сочинской науки сегодня собрался в научном парке образовательного центра «Сириус». Докторов биологических, сельскохозяйственных, технических, экономических наук поздравили с профессиональным праздником и наградили в том числе медалями признания и почет сочинцев. Традиции отмечать отечественные научные успехи уже 18 лет. А выбранная дата не случайна. 8 февраля в 1724 году указом Сената по велению Петра была учреждена Российская Академия наук. Сегодня в Сочи 8 научно-исследовательских институтов и 8 высших учебных заведений. Светлые головы города Сочи трудятся в ней медицинской приматологии, во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур занимаются наукой и в Русском географическом обществе, и в Городском совете изобретателей и рационализаторов. Праздничные награды «Герои дня» заслужили за значительный вклад в развитие науки, а также за реализацию межотраслевых социально значимых проектов. К примеру, Александра Полякова, доктор педагогических наук, занимающийся исследованием в области языковых направлений, такой проект реализовала в период подготовки к Олимпиаде. Конечно же, олимпийское, постолимпийское наследие, потому что мы являлись авторами-разработчиками концепции языковой подготовки к Олимпиаде 2014 года в городе Сочи. Такие значимые проекты, как слово дня, в том числе обучение населения города Сочи английскому языку. Те граждане, которые участвовали в нашем городе в подготовке к Олимпиаде, конечно же, они прошли через наши подготовки. В нынешнем году научных деятелей Сочи наградили почетными званиями признания и почет сочинцев. За трудовые успехи на благо города Сочи вручили благодарственные письма главы города и городского собрания. Удостоилась награды в День российской науки и Вероника Ющенко, студентка третьего курса РУДН, автор научно-технической разработки, автоматизированный комплекс переработки бытового мусора и его дальнейшее использование в социальной сфере. Это научная разработка в сфере утилизации мусора. Она имеет два направления. Это переработка вторсырья и направление сжигания, то есть утилизация мусора путем получения тепла и его различное уже потом использование водонагрев и электроэнергия. В этом и есть его плюс. И экологическая составляющая тоже в этом есть. То есть не наносит вреда экологии и нашему любимому городу. Я планирую реализовать, то есть наладить контакт с администрацией и уже реализовывать. Много сегодня говорили о развитии сочинской научной школы, о приобщении к развитию научного потенциала молодых студентов и аспирантов, которые готовы подхватить эстафету у старших товарищей. Есть на этот счет в городе и планы. Вот я буквально вчера вела переговоры с ректором Сочинского госуниверситета на предмет развития науки в нашем направлении музееведения города Сочи. Насколько это важно, мы достигли полного консенсуса. У нас есть новые молодые ребята совершенно, которые сейчас будут писать научные работы на предмет как раз развития истории нашего города на базе Сочинского госуниверситета. Дорогие мои друзья, коллеги, я еще раз вас поздравляю от Анатолия Николаевича Макомова, от всей нашей администрации. Благодарю за такую важную для города работу и желаю благополучия вам, руководителям, всем вашим командам. Еще одним поводом для встречи стал вопрос объективной потребности всего научного сообщества Сочи в создании площадки для выполнения наукой социального заказа города. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. А накануне в образовательном центре «Сириус» прошел олимпийский урок. Он был посвящен трехлетию Олимпиады в Сочи. Опровели его заместитель председателя правительства Дмитрий Казак, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, председатель правления «Газпром-медиахолдинг» Дмитрий Чернышенко, почетный член МОК Жан-Клод Килли и член исполкома МОК Жильбер Филли. Гости осмотрели центр, посетили биохимическую лабораторию научного парка, пообщались с воспитанниками «Сириуса», ответили на все вопросы. Они признались ребятам, что волнительно и в то же время приятно, что все олимпийское наследие функционирует. И это не только спортивные сооружения, но и резко возросший интерес молодежи к спорту. В книге почетных гостей они оставили письменные пожелания ребятам. Наверное, это вот та вишенка на торте олимпийского наследия. Потому что, конечно, это самый важный, наверное, самый значимый шаг в создании детского образовательного центра на этой материальной базе. Это позволяет сегодня воспитывать талантливых людей, талантливых детей, давать им новое знание. И это, я говорю, самый важный элемент олимпийского наследия. За попытку перевести наркотики через российско-абхазскую границу 47-летний гражданин Абхазии проведет в колонии 5 лет и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу накануне. Факт контрабанды наркотика через пешеходную составляющую КПП Адлер Автодорожный еще в сентябре пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Тогда в ходе личного досмотра у гражданина Абхазии Мурмана Гацеридзе в вещах был обнаружен полимерный сверток с синтетическим наркотиком. Химическая экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой около 2 граммов. Это приравнивается к крупному размеру. Материалы были переданы в следственный отдел ФСБ, который возбудил уголовное дело. По его результатам суд вынес обвинительный приговор 5,5 лет колонии общего режима. В Сочи проходит операция «Тонировка». Сотрудники отдела ГИБДД выявляют автомобили «Тонировка стекол», которых не соответствует требованиям ГОСТа. В соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор с места водителя. По ГОСТу лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые – не менее 70%. С начала года сотрудниками отдела ГИБДД по городу Сочи составлено 33 административных материала по этой статье. В прошлом году за аналогичные нарушения госинспекторами технадзора ГИБДД к ответственности было привлечено 268 водителей. В Сочи проведена операция «Маячок». Сотрудники полка ДПС контролировали, как водители уступают дорогу спецтранспорту. При проведении рейдов было выявлено 18 водителей, которые проигнорировали правила дорожного движения и не предоставили преимущества в движении спецтранспорту, хотя машины скорой помощи включили сирену и проблесковые маячки. На всех нарушителей составлены административные материалы. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Непредоставление преимущества автомобилям специального назначения очень сильно затрудняет скорость их прибытия на место вызова. Прошу вас, не относитесь равнодушно к беде. Пропускайте автомобили специального назначения. Соблюдайте правила дорожного движения. В Сочи продолжается месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. В его рамках ежедневно проходят различные мероприятия патриотической направленности, в частности встречи с фронтовиками. Одна из таких состоялась сегодня в Музее истории города Сочи. Воспитанники военно-спортивного клуба «Гренадер» встретились с легендарной не только для города, а для всей страны личностью – героем России, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Сюткиным. Расскажет Ольга Десятого. Военно-спортивный клуб «Гренадер» и Павел Сюткин – большие друзья. Подобные встречи они проводят уже около десятка лет. Но абсолютно всегда, когда ветеран Великой Отечественной рассказывает о своем военном прошлом, у детей горят глаза. Не секрет, ценности у подрастающего поколения меняются. И задача нашего клуба – сделать так, чтобы мы готовили достойных граждан, защитников нашей Родины. Когда ребята встречаются вот с такими людьми, с живыми героями, с настоящими героями войны, во головах что-то остается. Павел Сюткин – личность легендарная. На фронт он ушел добровольцем в 42-м и прошел путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Артиллерист. Пять раз горел в бронемашине, пережил ранения и контузию. На его груди несколько десятков медалей. Орден Красного Знамени, Александра Невского, за боевые заслуги. Павел Павлович, какая у вас самая ценная награда и за что вы ее получили? Это медаль «Золотая звезда» – герой. Она – герой России, но за мужество и героизм проявлено в Великой Отечественной войне. Награда нашла своего героя спустя более полувека. Звание Героя СССР Сюткину должны были присвоить еще в 45-м. Но из-за ошибки в документах это случилось лишь в 2008-м. Орден на уже Героя России он получил из рук Владимира Путина. Ну а на этих кадрах президент вручает Сюткину юбилейную медаль в честь 70-летия Победы. А вот уже глава города Анатолий Пахомов дарит медаль «Признание и почет сочинцев». В первую очередь за патриотическое воспитание. Павел Сюткин спешит передать свой бесценный опыт и знание молодежи и совсем юным ребятам. Старается научить их чтить память и знать свою историю. Золотая звезда Героя. И как обидно иногда бывает. Павел Павлович, а что это такое? И люди не знают. И вы знаете, однажды мы с женой как-то гуляли по городу. И в районе цирка там проходили. Идут навстречу две туристки из Японии. И не доходя вот так вот трех шагов от меня останавливается, рука склана и кланяется. Увидел золотую звезду Героя. Ну а для воспитанников клуба «Гренадер», для юных патриотов своей страны и будущих защитников Отечества, общение с живым участником этих страшных, но важных для страны исторических событий просто бесценно. Я стремлюсь стать таким человеком, как Павел Павлович, потому что он герой России, он герой Советского Союза. И мне кажется, он великий человек. Подобные встречи с ветеранами проходят не только в преддверии праздников или в рамках военно-патриотических месячников. Они обязательно еще встретятся и не раз, в том числе на юбилее Павла Сюткина. Этим летом Герою России исполнится 95. Еще одним послом зимних всемирных военных игр в Сочи стал Дмитрий Саутин. Теперь легендарный спортсмен ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион, многократный призер олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду займется популяризацией игр. На посла возложена почетная обязанность представлять эти соревнования как события мирового масштаба, объединяющие народы и страны. Дмитрий Саутин всю свою спортивную карьеру выступал за ЦСКА. И, как отметил сам, очень рад, что армейский спорт в России получил новый импульс развития. В ходе третьих зимних всемирных военных игр около тысячи сильнейших спортсменов-военнослужащих из более чем 20 стран Европы и Азии разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта. Соревнования пройдут на олимпийских трассах и спортивных объектах. Сочи с 23 по 27 февраля. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии Блэйн Гагабеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.